В любом деле и выборе всё человечество всегда делится на две категории. И сегодня мы рассмотрим некоторые такие случаи. Кому-то проще выдавливать зубную пасту без каких-либо заморочек, другие же будут аккуратно опустошать тюбик от одного конца к другому. Есть такие люди, которые используют держатель для туалетной бумаги в качестве подставки, чтобы не обременять себя лишними движениями. Согласитесь, что когда открываешь упаковку от чайных пакетиков, ты либо её из двух попыток открыть не можешь, либо разрываешь так, что рвёшь ещё и сам чайный пакетик. Привет, с вами канал Фактория. Перед тем, как заварить доширак, большинство просто высыпает все приправы в одну кучу. А есть и те, кто сразу же их равномерно распределяет. Во время приготовления пельменей некоторые предпочитают сделать ещё и вкусный бульон, чтобы позже добавить его в тарелку вместе с основным блюдом. А как едите их вы? Хотели приготовить хот-доги и слишком поздно заметили, что у нас кончились булочки для них. В этот момент я осознала, что мы с парнем совершенно разные люди. Если вы дадите одинаковое количество ингредиентов нескольким людям для приготовления обычных бутербродов, конечный результат всё равно может сильно отличаться. Присылайте свои интересные фото по ссылкам в описании под видео. Каждое лето с арбузами происходит одна и та же ситуация. Кто-то нарезает его аккуратными ломтиками, в то время как другие вооружаются ложкой и наслаждаются целой половиной. Владельцы посудомоек также делятся на два типа. Кто-то расставляет грязную посуду строго в один ряд друг за другом, а кто-то ставит её в хаотичном порядке, лишь бы чистой оказалось. Во время вскрытия упаковок всяческих закусок со специальной линией, по которой и задумано в принципе открывать, многие не обращают внимания на неё и разрывают пачку по старинке. Эта фотография является аналогией того, как люди относятся к солнечному лету. Одни предпочитают проводить время на свежем воздухе, а другие закрываются в своём прохладном доме. Настоящие оптимисты радуются жизни даже без какого-либо повода, но есть и те, кто со скепсисом относится к суровым реалиям и предпочитает находиться где-то в сторонке. Фотографии в воде, будь то бассейн или какой-нибудь водоём, абсолютно всегда разделяются на те, где люди выходят грациозно, и те, на которых человек смотрится максимально нелепо. Данная ситуация относится не только к картошке фри, а абсолютно ко всем блюдам. Скажите мне, вы сразу заливаете всю тарелку соусом или наливаете его только на край? Подобные ситуации встречаются сплошь и рядом, особенно если речь идёт о каких-нибудь мероприятиях и вечеринках. Пока одни проводят время со своей второй половинкой, другие находят свою любовь в других вещах. Парк аттракционов. Для кого-то это словосочетание вызывает бурю ярких эмоций, а у некоторых оно ассоциируется лишь со страхом и страданиями. Мне кажется, что в этом случае люди с возрастом переходят из одной категории в другую. Пока ты ещё юна, тебе хочется романтики и букетов с цветами. Со временем ты понимаешь, что букет с жареной курочкой куда приятнее. Если так подумать, то эта ситуация не ограничивается одной только стойкой на руках. Во многих случаях всегда найдётся тот, кто спустя несколько тренировок не может научиться какому-нибудь стрюку. Взгляните, вроде бы персонаж один, но подходы к выбору костюма совершенно разные. Одна предпочла более скромный вариант, а другая более вызывающий. Эта ситуация точно знакома всем. И причём не только девушкам, ведь все парни обращают внимание на маникюр своих подруг. Разница между холостяцкой жизнью и жизнью с девушкой. Здесь уже дело вкуса, каждый выбирает, что ему больше по нраву. В то время, когда геймпады были ещё проводными, мир разделялся на два враждующих лагеря. И причиной конфликта было то, каким образом следует наматывать провод. Для одних велосипед – это лишь повод сделать очередную порцию красивых фотографий в свой инстаграм. Другие же подходят к этому делу более серьёзно и одеваются на велопрогулку гораздо удобнее. Девушкой быть не так-то уж и просто. Всегда встаёт выбор – выглядеть отпадно или в этот раз надеть что-нибудь комфортное. Хотя есть и те, кому удаётся прекрасно сочетать эти параметры. Когда вам лень мыть посуду сразу после обеда, вы замачиваете грязную тарелку или просто ставите её в раковину? Пишите в комментариях свои ответы! Предлагаю провести статистику! Всех автомобилистов также можно разделить по некоторым критериям на несколько групп. Самые актуальные из которых – кто как паркуется. На вашем ноутбуке есть хотя бы один стикер? Если и есть, то, скорее всего, не один. Ведь наклеив первый раз уже невозможно остановиться. Знакомо? Костюмы на Хэллоуин также бывают двух видов. Максимально нелепые – для тех, кто обожает самоиронию, и красивые – для тех, кто хочет подчеркнуть свои преимущества. Пока одни не выходят из спортзала, чтобы построить идеальное тело, другие не заморачиваются и выбривают кубики из растительности на животе. Спорт – это всегда неизбежные конфликты. Хотя находятся и те, кто с лёгкостью находит общий язык со своими соперниками. Среди влюблённых парочек также отчётливо просматриваются два вида – скромные и не очень. Этот снимок говорит сам за себя. Друзья, у меня хорошие новости. Я создал новый канал. Над созданием роликов в нём буду работать в команде. Начали с формата «Короче говоря». Если вам интересен такой формат или просто хотите понаблюдать за моим новым творчеством, то переходите на канал Видеомикс по ссылке в описании. Ну, а я продолжаю. Момент, когда ты выигрываешь в какой-нибудь номинации, безусловно переполнен бурей эмоций. Хотя, подождите-ка. Ди Каприо такие победы уже не очень-то и удивляют. Как в искусстве, так и в спорте всегда бывает только один победитель. И соперник либо радуется твоему успеху, либо даже не пытается скрыть своей зависти. Безопасность – это дело такое, которому некоторые не придают особого значения. Другие же готовы повесить и 10 замков, лишь бы сохранить своё имущество. Пассажиры самолёта также делятся на две группы. Одни тщательно изучают инструкцию и прослушивают инструктаж от бортпроводника, а другие надеются лишь на высшие силы. Почему-то мне кажется, что девочка сейчас первый раз идёт в школу, в то время как её брат-второклассник уже знает, чего стоит ожидать от следующего года учёбы. Здесь дел даже не в самих автомобилях. Давайте внимательнее рассмотрим наклейки на стёклах, и всё сразу встанет на свои места. Кому-то семейная жизнь, а кто-то об этом пока даже не задумывался. Вы аккуратно отрезаете необходимое количество масла от общего брикета, или же просто отковыриваете его ложкой, чтобы лишний раз не пачкать нож. Кто-то использует косметику разных марок, а кто-то уже сделал выбор и верен одной конкретной фирме. Кстати, это касается не только косметики, а абсолютно всего. В детстве мы намного сильнее проявляем охватившие нас эмоции. Одна девочка осталась в восторге от посещения данного места, другую переполняет ужас. У каждого из парней было по пачке шоколада, где каждая долька была завёрнута в индивидуальную упаковку. По итогу один сделал один большой ком, другой множество маленьких. А как поступили бы вы? Скорее всего, вы даже не обращали внимания на такую мелочь, но и в этом элементарном случае человечество разделилось на два лагеря. Насекомые также вызывают совершенно противоположные эмоции у разных людей. Даже такие безобидные и красивые, как бабочки. При поедании курилых крылышек одни съедают лишь середину, где больше всего мяса. Другие полностью обгладывают косточку, чтобы ничего не упустить. Сейчас откройте фотоленту в своём смартфоне и сделайте вывод, к какому типу вы относитесь. У вас больше селфи или фотографий конспектов и документов? Даже в плохую погоду многие хотят выглядеть эффектно. И когда такой человек находится с тем, кто максимально укутался во всё самое тёплое, возникает резкий контраст. Дамские сумочки – это отдельная тема для разговора, чего там только не найдёшь. Но в большинстве своём они также делятся на два вида. В одних куча сладостей и фантиков от них, в других миниатюрный салон красоты. Не все люди любят принимать солнечные ванны. Кто-то обречён постоянно закутываться в полотенце в страхе обгореть. Ещё один снимок, который классифицируют девушек. На чьих-то руках остаются следы косметики, а на чьих-то – крошки от любимых чипсов. Мы уже опаздываем. Да брось ты, для селфи всегда найдётся время. А потом вы спрашиваете, почему одни приходят вовремя, а других вечно приходится ждать. Когда вас просят прислать свою фотографию, может быть только два развития событий. Или вы присылаете симпатичного себя, или что-то наподобие такого. Есть те люди, которых не будет смущать, что их в этот момент снимают. Ведь самой главной задачей является утоление голода. Но кто-то не способен начать трапезу без предварительного создания парочки снимков. Когда ты не горишь желанием красоваться перед кем-то на работе, то твой выбор – это удобная обувь. В противном случае приходится каждый день носить что-нибудь не очень практичное, зато красивое. В одном фото объединены два типа сестёр. Одна хозяйственная и отвечает за чистоту и порядок. Другая же отвечает лишь за порядок в своей внешности. Покупая мороженое в шоколаде, кто-то поторопится насладиться непосредственно самой шоколадкой, а потом уже перейдёт на пломбир. Другие вообще об этом не задумываются и едят всё целиком. Перед отъездом в отпуск мы начинаем паковать чемоданы по двум принципам. Аккуратно складывать, разделяя всё по своим местам, или же просто запихнуть, лишь бы влезло всё самое необходимое. А пока на этом всё. Подписывайся на канал и присылай мне свои интересные фото. Да-да-да, сто раз я уже об этом говорил, но ещё тысячу раз скажу. Все ссылки в описании под видео. Субтитры сделал DimaTorzok